Дворца независимости Александр Лукашенко официально объявил войну народу Республики Беларусь. Именно объявления войны означают его дурацкие заявления о передвижении войск НАТО, о планах отторжения Гродненской области, о том, что на штыках НАТО в страну будет привезен альтернативный президент. Президент Беларуси Александр Лукашенко привел армию в полную боевую готовность. По его словам, это связано с серьезным шевелением войск НАТО на территории Польши и Литвы. Взять на жесточайший контроль передвижение всех военных подразделений стран-соседей НАТО. Отныне все протестующие, люди на площадях, сотни тысяч людей на площадях, члены координационного совета, женщины в цепях солидарности, никакая не оппозиция, а агенты наступающего агрессора. А на войне, как на войне. Значит, можно использовать армию. Значит, можно стрелять по толпе. Значит, можно объявлять чрезвычайное положение и всех маломальски засветившихся арестовывать. И главное, можно открыто и официально обратиться за помощью к старшему брату. Нападение извне. У минского диктатора нет никаких внутренних барьеров. Он пойдет до конца. Он прольет сколько угодно крови. Может, он действительно верит, что именно он судьба Беларуси. Что защищает он не себя, а страну. Но не важно, что происходит в его уже не очень, по-видимому, здоровой голове. Важно, что фактически он подал сигнал к атаке. Его можно было бы поставить на место, но для этого нужны согласованные действия России и Евросоюза. Шансов ноль. А реально остановить его может лишь сопротивление народа. Которое, кстати, в какой-то момент может породить сомнения в рядах его карателей. И рядовых, и генералов. В их сознании, не исключено, есть какой-то предел злодейства. На превышение которого они не пойдут. В любом случае, мужество и удача людям Беларуси. Дай вам Бог пережить все это и победить. Живе, Беларусь! Ребята, спасибо вам! Вы красавцы! Мы с ними разберемся! Это какой-то позор? И сегодня у нас, конечно, был очень знаковый день. Просто очень знаковый день. Потому что в Минске историческое количество людей вышло на улицу. Ну, там сложно сказать сколько. Наверное, до 300 тысяч человек было в Минске. В центре Минска. Это фантастическое видео. Кто не смотрел, еще посмотрите. Людей, море, людей, может просто море, людское море, которое заполонило с собой весь Минск. И люди, которые шли и воевали, и шли воевать. Ну, еще, слава Богу, не воевать. Но шли отстаивать свободу независимой. И скричали «уходи!» И боролись, действительно, за свободную Беларусь. Что могу вам сказать? Это историческая акция. Такой акции еще большой. Никогда, никогда в Минск не видел. Даже неделю назад, похоже, было меньше людей. А неделю назад было историческое количество. Ну, и сегодня историческая реакция диктатора Лукашенко. Который прилетел на вертолете в эту свою резиденцию с автоматом в руках, в бронежилете. Надел экипировку на сына своего 16-летнего. Ему дал автомат. Ну, сумасшедший. Просто идиот. Вот просто идиот. Вот иначе это назвать нельзя. Потом пошел, значит, к ОМОНу. Их там благодарить. Ребята, они ему там аплодируют. Ну, в общем, он президент ОМОНа, да. А не белорусов. Это очевидно. И белорусы это четко показывают. И, конечно, он показывает, что он будет биться до конца. Он полностью не в адеквате. Сегодня они подключили армию. Сказали, что армия заявила, Минобороны армия. Минобороны заявил, который, понятно, полностью под контролем Лукашенко. Что мы не дадим осквернять места воинской славы. А вы знаете, что в Минске собираются устелы со всякими символами фашистскими. То есть, бело-красно-белые, это у них фашистский символ, понимаете. Ну, как в Украине. Наш прапор для них, это фашистские. Червоно-черный, я уже молчу, упа и так далее. И вот, бело-красно-белые фашистские. Но это, понятно, для Путина. Все ясно, что белорусская армия полностью под Путиным. Ну, и Лукашенко. И вот они, значит, сказали, что мы не дадим, не дадим осквернять места воинской славы. Будем их защищать. В общем, будете иметь дело с нами, уже сказали. На МВД и КГБ уже не хватает Лукашенко, мало. Ему уже нужен, ему уже нужен вот такая армия, которая будет уже армией пугать людей. А он с автомата, значит, как они будут стрелять, видимо, в собственный народ. Он этим пытается напугать. Но я, друзья, хочу вам сказать, что всегда это финал. То есть, когда уже начинают подключать армию, это означает, ну, что финиш. Все, больше опираться не на кого. Народ весь против. Все его эти митинги, которые он пытался собрать, его эти лукинги, которые он там пытался устроить, они вообще все не работают абсолютно. Люди выходят сотнями тысяч, забастовки идут. Поэтому то, что он начинает пытаться опереться на армию, это, конечно, очень показательно. Он пугает белорусов войной. Он говорит, к нам война придет или Запад на нас нападет, но это тем еще каким-то несчастным белорусам, которые верят, значит, что какой-то НАТО хочет там свой сапог и так далее. Вот эту всю ахинею, которую скармливали 70 лет в Советском Союзе, империалисты, потом НАТО и так далее. Он этим еще 26 лет скармливал белорусам, и, наверное, кто-то, может быть, в это там еще верит. В каких-то глухих, отдаленных селах. Их он пугает с ума. Пугает, вернее. Сам он сошел с ума, я просто читаю, правильно пишет Олег. И их он пытается этим напугать людей. Ну, понятно, таких мало, но все-таки, наверное, они кто-то такие есть. И он говорит там где-то уже, значит, на границе Литва и Польша, какие-то войска лязгуют гусеницами, летают самолеты. Ну, вот я вам из Вильнюса говорю, друзья, что здесь НАТОвцы, страшные НАТОвцы в виде красивых литовских девушек с белыми и красными цветами, с флагами Беларусь, Беларуси, Живе Беларусь, с символикой, со значками, в футболках. На дворце великих князей литовских висит огромный плакат Живе Беларусь, огромный, бело-красно-белый. Ну, в общем, тут все только о Беларуси говорят и за Беларусь переживают. Это вот НАТОвские войска из Литвы, Польша, то же самое, понятно. Теперь второй войной, которую он пугает, ну, подспудно, вот этими всеми звонками к Путину, что Путин вторгнется, и, значит, Путин всех их там танками переедет. А вот здесь я хочу сказать, друзья, то, что сегодня сотни тысяч людей вышли на улицы, сотни тысяч, это лучшая защита от Путина. И поверьте мне, после сегодняшнего митинга никакой Путин никакими танками никуда не поедет. Там есть другие угрозы, об этом давайте мы сейчас с вами поговорим, но никакие танки не поедут российские на сотни тысяч людей, которые выходят с бело-красно-белыми флагами. Поверьте мне. Шесть лет назад он не поехал на Киев, хотя от границы России и Украины до Киева расстояние ничуть не больше, чем от границы российско-белорусской и до Минска. Поэтому, поверьте мне, он не поедет на сотни тысяч людей, это невозможно. Никто не может переехать сотни тысяч людей. Никто. Поэтому не бойтесь этого. Но есть вещи, которых надо бояться. А именно, я скажу вам, чего надо бояться. гибридной интервенции гибридной интервенции Лукашенко извините, Путина в Беларусь, то есть танками он не поедет, но в Беларуси уже на телевидении российские журналисты я уверен, что в Беларуси уже есть, ну понятно там ФСБшников всегда было много, сейчас еще больше, и вот он инфильтрирует основные то есть как бы государственные органы, Россия постепенно инфильтрует поэтому это очень опасно мы это все видели в Украине, когда министром обороны, как оказалось, у нас был гражданин Российской Федерации когда у нас СБУ руководил из Москвы, когда у нас президентскую охрану возглавлял гражданин России, то есть мы все это видели, они точно так же действовали у нас и вот это они попробуют прокрутить в Беларуси, я в этом не сомневаюсь потому что для Путина это страх и ужас, то что он сегодня видел 300 тысяч свободных белорусов в Минске это означает, что ну если сравнить Минск и Москву это означает, что в Москве выйдет полтора миллиона полтора или два миллиона свободных россиян и этот день обязательно настанет он не может не настать потому что вся эта диктатура это все, ну она не работает поэтому этот день обязательно настанет и вот это страх Путина и он поэтому, конечно, вот эту гибридную интервенцию может осуществить, что здесь надо делать здесь надо давить то есть не давайте затягивать белорусы, не заводите это очень там в далекую долгую историю, потому что каждый день он будет, да, режим Лукашенко размываться, но Путин возможности, наверное, будут расти это важно, поэтому смотрите за этой ситуацией, не забывайте вот мне пишут, что миллион был ну дай бог, друзья, если был миллион я, те, что я видел видео там, ну посчитать понятно мы же видели только основную массу в Минске в Гродно, в Бресте, в Гомеле были люди в Могилеве, в Бобруйске то есть мы видим, что по всей Беларуси люди вышли, наверное, суммарно действительно миллион белорусов сегодня было на улице но именно в Минске основная вот эта масса из сотни тысяч, наверное, было 1300 человек и это колоссальная сила колоссальная сила которая есть сегодня у белорусов у белорусского народа ее нельзя отдать, растратить ее, конечно, нужно доводить дело до конца нельзя отпустить Лукашенко это я вам могу сказать абсолютно точно спасибо за просмотр! и спасибо за просмотр!